Дагомыс! Здравствуйте, все зрители канала, мы вас приветствуем в Дагомысе. Чем интересен этот поселок? Интересен тем, что в начале 20 века здесь проживало всего 300 человек, а сейчас это второй по величине из районов Лазаревского округа. Мы с вами сейчас попробуем добраться до набережной, едем мы со стороны Сочи и вот здесь вот с левой стороны вы не разглядите, скорее всего, но находятся именно чайные плантации. Это одна из достопримечательностей самого Дагомысса. Вот, в принципе, с левой стороны вы сейчас можете наблюдать на склоне как раз таки... Это так чайно растет? Да. То есть красивый склон такой чайный. Выглядит интересно. Как не в воздухе, так и в воздухе? Ну, просто иди погуляй, если хочешь посмотреть на чай. Ну, просто нет смысла воровать, наверное, его. Он не столько стоит, чтобы он мешками тащить. Вот видишь, все горы как раз таки с чаем. Очень большое строительство мы видим. Идет с левой стороны строят огромное количество ШК сразу, да? Угу. Причем это все с левой... Да нет, вроде экраны стоят и... Ну, ты видела, ладно, или посвидеть бы он все равно стоят и... Ну, да. Это долго строить, как ты видишь, как у Слопа одновременно не построили на светофор. Так, нам прямо пока, да? Да, форсы, да, форсы. Не, нужно вообще прямо пока. Уже скажу, когда плачу. Окей. Не так. Угу. Наверное, больше таких основных достопримечательностей, в принципе, в дырмысь нету. мы съездим к набережной там краски в конце ее будут эллинги которые все вписывают достопримечательность то есть это такое получается лодочная станция которая по одноименной реке догомыс построена в тот берега и вот стал достопримечательностей есть подвесной мост и чайной плантации мы с вами уже проехали сейчас здесь есть школы садики больницы на этом как бы все город раньше это был поселок теперь один из районов лазаревского 2 по величине люди здесь живут кто-то есть сочную работу кто-то здесь занимается каким-нибудь курортным бизнесом в основном это место ну по крайней мере я всю жизнь проезжал ни разу не останавливался если вы отдыхали в догомыси мне будет интересно послушать ваши отзывы в комментариях и это будет очень полезно всем тем кто возможно даже не знал о нем кто-то может быть и собирался сюда отдохнуть и что видите налево у нас в этом есть на автостанцию что-то увидел кирпич немножко испугался тут машина как прорвало опачки но вот мы видим одну из проблем вот всех этих горных курортных городков это проблема с парковкой вы сами все видите друзья то есть чтобы поставить здесь машину надо быть кудесником вот хоть одно место я видел мы будем надеяться что туда сейчас к нам потому что ее не она не сильно востребована там будет меньше машин сдать и вроде бы мы видим что разрывы появляются в парковке а значит что подъехав море мы все-таки где-то раздобудем место это у нас частный сектор и по правую и по левую сторону всякие гостевые домики частный сектор все как всегда на берегу моря где бы вы не находились все сдается я думаю это один из крупных проспектам у тебя тут и рыночки образуются лежачих полицейских говорят о том что люди не любят что тут машины быстро ездили ну смотри здесь вот мы едем по ощущениям очень тихое место согласись откроем окошко до пальмы что то есть он меньше сочи соответственно движение здесь должно быть меньше те кто ищет но вроде бы недалеко от сочи то есть вы сели там на ласточку 15 минут доехали в принципе это будет вам вполне себе комфортно и удобно сделать все странно как ты сочи сравниваешь с каким-то населенным нет но смысле если не люди не хотят наоборот шума то они могут приехать отдыхать сюда если допустим они ищут но прям как отдых да вот кто-то у нас видите зил отдыхает в деревне да а кто-то любит наоборот анапу за то что там это город и много прогулочных мест здесь в принципе симпатично все согласись . также на работу можно на вот знак но мы проезжать не собираемся мы хотим ехать ближайшее место к пляжу собственно дай бог нам сил вообще мы едем тут гостиницу сняли к себе в номер да а с левой стороны от нас недалеко как раз таки то речка дарамыс и с ее эллингами да вот так есть надо повернуть у нас у нас приехали спасибо за компания что-то мужик там махал рукой все хоть и по чудо заезжать мне кажется это еще не набережно по крайне мере надеемся на этом здесь место для парковочки летом я представляю что вот все эти ролеты открыты они будут все функционировать и радовать вас товар хотя будто сейчас видишь чай продается чай и мед всегда на круглогодично вы можете прикупить немножко чая и мед . здесь в любом случае мы сможем обратно здесь развернуться да действительно по идее по идее по идее не знаю вот эта машина проезжает угу только вот где там парковаться я не знаю ну поищем всегда можно найти ну хоть поворотник или в общем это крючо у нас уже там двое давайте пропустим на выезд ну да они ну теперь поехали на въезд да какие-нибудь места еще для парковки но они тут уже сложены да стоянка для клиентов кафе черномор ну а мы где-нибудь вот здесь наверное прибомбимся по женщине пройти а там уже если мы тут паркнем что-то люди не пройдут а вот здесь будет нормально ну да здесь попробуем давайте попробуем все таки доехать до конца то иногда в конце таких маршрутов бывают неожиданности в виде нормальных парковочных мест да собственно как и получилось то есть сейчас бы там сщемились да здесь вот все есть можно было сделать совершенно удовольствие так что доезжайте всегда давайте пройдемся в эту сторону набережной посмотрим что здесь интересного будет в зимний период вот эвкалипта конечно меня вообще прям очень радует здесь он почему-то даже зеленый это должен быть серый во многих местах а в Сочи он именно серенький уже слушай ну весна прям да столько что смотрел с видео сюжеты на по и там прям люди нервничают по поводу дождя может не возвращаемся ну как это пора домой домой я с удовольствием но когда так города коровные кончится мы попадем все равно домой вот такая детская площадка да прям на море это классно согласен что классно собаки тут все пальмы у них тут как-то плохо выживают там вы видите дальше видео вообще кто-то спалил ну а температура вот сейчас такая а ты идешь в кофтке это вот на солнышке если стоять то да когда ходишь прохладно тебе понравилась эта зона вид да симпатичный на самом деле набережные выглядит все классно она видите маленькая но красиво оформленная мы сейчас выходим именно центральную принимают заказы если вдруг вам надо корпоратив или что-нибудь в догомышности обращайтесь к ребятам собственно запах сигарета портит все атмосфера данной прогулочки ой тут смотрите какая красота просто даже мимимичный за спешкаливает здесь детская площадка муниципальный пляж это догомыс относится к нему указатели где санузлы мы здесь не видим просто пришли где смогли там и нашли получается именно в таком формате здесь все работает о смотри здесь на пляже но нельзя заходить в купальниках о как требуется официанты ребята в это кафе обращайтесь и посудомойщицы если кто-то хочет приехать поработать в догомыс кафе черномор он даже сейчас там сидит очень много людей кушает значит пользуется популярностью а вы устриц ели крымские устрицы блин у нас анапские ближе вот как слушай смотри как тебе это крымские устрицы там есть небольшой такой рыночек торговые зоны у нас это не особо интересует здесь люди вон голубей кормят пиво пьют нас интересует всегда именно набережная я так понимаю что в эту сторону она подходит своему логическому завершению а дальше туда огромное количество диких пляжей на которых тоже можно выбраться покупаться ну и получить удовольствие от меньшего количества людей собственно почему и нет надо пользоваться моментами для отдыха да вот везде это болезнь ролеты ролеты российская такая среда обитания когда-нибудь здесь наши набережные приобретаются именно в прогулочные зоны а рынки останутся на рынках они будут наоборот сносить рынки а из набережных делать рыночки и довольно таки тоже много людей смотрите прогуливаются по таким диким местам мы когда Светланы проезжали есть видеосюжет очень много нудистов стоит там загорают в труднодоступных местах посмотрите вот с этой стороны там люди на горе зато с видом на море строят свои жилища а вон дымок из трубы идет красота ляпота такое колоритище пойдем обратно вот сюда вернемся посмотрим на эту набережную именно в таком виде ну а потом уже мы с вами глянем непосредственно туда в левую сторону чтобы посмотреть на Венецию одну из достопримечательностей как заявлено некоторых путеводителях Дагомыса довольно таки чистая вот что радует что чистота вокруг нету такого как бы там огромного количества мусора ласточка там кухонь рабочая мощится посуды требуется собственно почему бы и нет отдыхайте с удовольствием приходите возвращайтесь я нашел туалет есть все-таки туалет находится именно где-то вон там в проходике и это хорошо это там где был кирпич и сюда въезд только для гостей кафе этого было припарковали хочется сразу отметить вам вот эти два здания студия в этих зданиях стоит 6 миллионов рублей возле же до переезда как вы понимаете можете жить наслаждаться кайфовать почему столько не знаю не я устанавливаю ценники посмотрим может тут великолепная набережная что ты там говорила солнышко я говорю люди на набережной да люди прогуливаются а что погода сегодня прекрасная температура водуга воздуха отличнейшая широченная кстати вот Дагомысла это широченный береговой линии если сравнивать именно с Адлером то действительно это так здесь есть парковки для велосипедов людей в принципе наверно из-за небольшого количества набережной предостаточно в велосипедах катаются там дальше детская площадка прямо на берегу имеется так что выглядит все просто великолепно ну мне так кажется сейчас мы проявляемся сходим до моря валочки интересные такие посмотрим есть ли там о кстати это что-то вроде виси прям на пляже интересно мне всегда интересно работают они или нет поэтому дойдем к нему обязательно как же хорошо сегодня кто-то очень хотел туда попасть я прям вижу ну не смогли что ли да ну я думаю давить туда замок зайти можно и женский туалет закрыт на верхний замок в общем не для людей опять таки может для каких-то избранных сделаны там мы видим что комплекс баров и ресторанов там в одном месте парковка была только для клиентов данного ресторана ну очень широкий пляж согласитесь не во всех городах имеется вот такие вот и есть волнорезы которые мешают смывать волнам этот пляж и именно они делают как бы свою работу а когда люди еще раз говорю говорят о том что вот мне не нравятся вот эти волнорезы то не понимают просто для чего они существуют без них уже бы давно и пляжиков этих не было в море бы все унесло снесло не сказать что прям идеально чистые но в нормальном качестве никак в геленджике не настолько грязные это точно хотя здесь вот только сегодня шторм закончился мы видим что по факту особо мусора нету и давайте отсюда посмотрим весь вид шикарный на город красивые облачки как летом бывущие над ним и вернемся на набережную продолжим по ней прогулочку дойдем до речки с двенадцать и восемь температура воздуха примерно такую же рисовала нам и в адлере это очень хорошо температура моря могу вам сразу сказать десять градусов она здесь по ощущениям даже и не меняется в принципе как здесь выглядит все летом ну очень много построек на вот этой береговой линии со всякими предложениями снять там погулять и так далее я просто подготовился посмотрел фотографии с лета там кое-какие обзорчики чтобы было более интересно сравнить но в основу никто не снимает в зимний период а мне вот было интересно побывать на как можно больших пляжах поразительно да отличается от видео которое глядели ну да лето и зима хотя ты посмотри сколько людей возле причала ну и а знаешь в чем минус вот вроде бы вот этой набережной и я заметила не только вот в Дагомысе но и в самом адлере и в Сочи вот у них вроде бы да вот красивая набережная с балясинами я не знаю ли балясинами но суть в том посмотри в каком она состоянии но перед летом будут готовить красить вот вопрос делают они так из сезона нет кто будет в этом году летом отдыхать вот где-то вот в большом Сочи напишите покрасит их или нет потому что и по и в Шипсе я видела вот это же самая проблема здесь смотрите есть силовые тренажеры ну в основном я могу сказать мы в Геленджике тоже самое видели что он тоже требует покраски и ухода о о пассажирский поезд поехал ну хотя бы электропоезд это тоже большой плюс сейчас мы с вами догуляем именно до речки посмотрим что там будет интересно но Света не могла просто не снять себе зарисовочка потому что она обожает поезда это прямо любовь любовь а вот этот мол который как раз таки и держит этот пляж находится возле реки и там вот я как говорил в начале пока мы ехали находится именно то место то прекрасное место которое считается а здесь ну достопримечательностью ну посмотрим насколько это догмыска венец будет именно в таком виде чуть видите разваливается благоустройство ну плитка есть набережная присутствует застройка не знаю что там с забором потом расскажете что вы там увидели тоже присутствует обожаю свой высокий рост возможность заглянуть за все заборы это просто прекраснейшие моменты жизни удачи кстати тоже парковочка можно было еще проехать в общем места для парковки имеется а кто-то имеет возможность вот эти домики в таком проживать прям возле на адресной потом оформят и все ты миллионер потому что земля тут стоит очень больших денег и построить себе вот такую гостинничку даже есть адрес Балтийская улица 40 таки интересное заявление почему Балтийская находится на Черноморском побережье как вы думаете пишите свои комментарии будет интересно их послушать сегодня облака рисуют просто волшебные картины вау пальмы я тут смотрю на берегу многие подумирали даже поджигали какие-то вандалы не знаю зачем это делают но на такое развлечение людей вот представьте там вот санаторий от Дагомыс есть такая великолепная лестница с возможностью спуститься но будем надеяться что там помимо этой лестницы и лифт иначе бедные люди хотя для здоровья полезно сходил поднялся и прокачался здесь я так понял есть какие-то силовые аттракционы для детей и очень много людей сюда подтягиваются именно в это место детки катаются на самокатах и смотрят на море видите речка Дагомыс притягивает к себе ребят не повторяйте эти движения очень опасно и можно упасть ну и собственно вон она ну как я и говорил это гаражный кооператив с той стороны мужики ловят рыбу там тоже есть возможность подъезда на машине но я смотрю там перекрыто все заборами как любители у нас для своего пансионата Дагомыс это Исат Вагилия есть галичный пляж там еще забор и пляж в общем типичная такая обстановочка российская ну давайте теперь посмотрим на Венецию как ее называют блин ну вот как вот это уродство может считаться достопримечательностью то что люди на берегу горной реки на сваях построили дома плюс эти дома это сто процентов все под сдачу и представьте любое подтопление будут кричать все Дагомыс мыло затопило хотя ну вот это все что происходит нарушение всех норм и правил это для хранения лодок может использоваться но никак не трехэтажные там виллы дома мне же прям хочется спуститься вниз и посмотреть что там еще интересного можно разглядеть как вы относите к этому и вот к такой застройке берегов рек напишите мне будет вас очень интересно послушать все рыбак отловился походу сегодня не его день не клюет собрал удочку не вставая со стула и собрался отсюда уезжать ммм солнечно сегодня красиво хорошо что Дагомыс предстоит именно в таких красках но я на самом деле надеялся на более продолжительную прогулку по набережной ну ну вот она есть как минимум вот мне эта достопримечательность больше всего зашла здесь еще забор который я так понимаю перекрывает доступ людям под мост но он сегодня не работает и открыт есть мы можем зайти и заглянуть а кстати если вдруг кому-то надо тут даже они продаются самый первый эллинг море продают ну не первый второй трех ито четырех четырехэтажный посмотрите в không ораз е хук вот это меня сейчас здесь этот проход и почему-то ну и присутствует запах сезона там дальше подвесной мостик который тоже считается достопримечательностью догомыс мы его отсюда можем разглядеть вот в общем это выглядит вот так вот венец четырехэтажные то есть я думал тут трех баксом нет четырех этажные они все под номерами один и потом видите кто-то один а достроил рядом если придете построить и там будет вас 1b мне интересно как выдают разрешение вообще на все эти постройки курятнички ну ничего он люди живут кондиционеры еще раз говорю это сто процентов все можно снять и отдыхать в этом по левой стороне от ничем не отключается по реке вот получился вот именно такая прогулка интересным конечно можно было по сюда куда-то пройти там какие-то тенистые аллеи но что-то как-то после этого поезда мне немножко ссыкотно прямо в душе и тучи находят надо ехать дальше возможно еще в каких-то местах побываем что-то красиво интересное посмотрим с вами был юрий озаровский спасибо за просмотр не забывайте поставить ваш лайк написать в комментарии и делитесь деком и сам соцсетях но также мне важно узнать как вы относитесь догона просто двери закрывать таким вот эллингом вдоль реки пока а нет подождите вот еще он хотел показать деревья произрастают которые зовутся у нас просто на роде бамбуком растут они очень быстро классно интересно настоящий бамбук пришелся удочку сделал бамбуковой пошел ловить рыбу вот так все тех . пока